Хотели сделать лучшую амбулаторию в районе, а сделали, похоже, лучшую сельскую амбулаторию в области. В селе Сычавка после капитального ремонта корпуса бывшей больницы открылась практически полноценная поликлиника семейного типа. Просторное здание с высокими потолками, радуют глаз и снаружи и внутри. Здесь добротный ремонт, новая система коммуникаций и отопления, новая мебель, есть кабинеты для приема семейных врачей, стоматолога и гинеколога, дневной стационар, манипуляционные и физиокабинет. Когда в стране идет медицинская реформа, открытие амбулаторий такого уровня – лучшее подтверждение тому, что вектор движения выбран правильный. Благодаря реформе децентрализации, когда местные власти получили больше возможностей, я имею в виду финансовые возможности, а следовательно, больше возможностей улучшать социальные стандарты населения. Потому что именно люди на местах, именно власть на местах знают лучше всего те вещи, что необходимы местным громадам. Для жителей Сычавки открытие амбулатории – еще и подтверждение правильности их личного выбора, который они сделали год назад в пользу объединения с соседними селами в единую Визирскую громаду. Слишком велик был соблазн, особенно для пожилых жителей села, объединиться с городом Южный, ведь там есть неплохие поликлиника и больницы, в то время как Сычавская амбулатория по своему материально-техническому обеспечению не соответствовала современным потребностям. И тогда депутат областного совета Олег Кутатыладзе пообещал на сходах с жителям сел Сычавского сельсовета максимально способствовать открытию в Сычавке современной амбулатории. И до момента открытия постоянно держал вопрос под контролем. Дело в том, что у этого медицинского учреждения был потенциал к развитию. Пять лет не эксплуатировался добротный корпус бывшей больницы, которую когда-то закрыли, перепрофилировав на амбулаторию. По мнению Олега Кутатыладзе, его необходимо было отремонтировать и оснастить диагностическим оборудованием. И тогда Сычавка станет центром медицины для всей Визирской объединенной громады. Для того, чтобы организовать в будущей громаде медицинскую помощь, необходимо иметь две консультативные поликлиники. Я бы так это назвал. Одну мы планировали будет здесь, в Сычавке, а вторая будет непосредственно в Прошетровневом. Ну и кроме того, амбулатория будет у каждого на местах. И вот это один из элементов. И сегодня мы сюда передадим оборудование, УЗИ. И со временем мы сделаем сюда еще возможности, чтобы анализы здесь все брали, чтобы люди ходили. То есть полностью консультативная поликлиника, где врачи семейной медицины будут работать. Это как бы подготовка к будущей медицинской реформе. Депутатский корпус районного совета, когда получил документацию, разработали ее тоже на благотворительных основах. Да, почему? Потому что депутатская группа Лука Петра Порошенко взялась за реализацию этого проекта. Поэтому документация была подготовлена. И уже в 2016 году, в сентябре месяце, начались работы. Ну вот, чуть-чуть больше года прошло, и мы сегодня увидели замечательный объект. Хотел, во-первых, поблагодарить депутатов районного совета, которые поддержали Сычавку, поблагодарить Элега Джамберовича Кутаделадзе за его инициативу, как бы проявил инициативу и начали там что-то делать. Проводились строительства в два этапа. Первый этап это был в том году, значит, отремонтировали полностью внутри, как бы, все помещения, сделали, разбили по кабинетам, где какой доктор будет находиться. Значит, соответственно, в прошлом году районный бюджет выделил полтора миллиона гривен на данные работы. Сейчас в этом году сделали полностью фасад, сделали крышу, благоустройство территории. То же самое районный бюджет выделил 1,4 миллиона гривен на данные работы. Я думаю, что спальными усилиями депутатского корпуса, предпринимателей районного, администрации, мы создали это чудо, которое я считаю, что один из лучших в районе, возможно, в области, именно в сельской местности. Потому что это первая медицина, которая будет самая ближе к наших гражданам, и она будет качественной и доступной. Сегодня амбулатория в Сычавке уже оснащена современным портативным УЗИ-аппаратом, который при инициативе депутата областного совета Олега Кутатыладзе приобрел фонд имени Алексея Ставницера транспортного узла ТИС. Еще одно важное портативное оборудование передал руководитель областного департамента охраны здоровья, так называемая клиника в сумке, которая представляет собой комплексную платформу для дистанционного подключения диагностических медицинских устройств, которые на основе интернет-технологий телемедицины помогут оценить критическое состояние пациента, работу его сердца, легких, сердечно-сосудистой системы. И поэтому открытие таких амбулаторий, и не только открытие, а и насыщенных соответствующими инструментами, ну, как, например, это чемоданчик, то они, в целом, они дают совсем меньший формат возможностей. Это решит очень много вопросов о дефиците кадров и других. И это приближает компетентную экспертную думку специалистов там более высшего уровня, областного, міського, районного, безпосередньо до жителей ТИКСЕЛ, хуторей, которые находятся на значном отдалении, там, 30-50 километров. И это начало, это тот концепт, о котором рассказывал Степанов Максим Владимирович во время выступления Рады регионов. Это тот концепт, который должен быть, и который справедливый, правильный и очень логичный для реформирования медицинской отрасли, для новой реформы. Это сельская медицина, которая должна быть лицом к жителям и должна предоставлять максимально возможный уровень услуг, максимально возможные качества этих услуг. Сегодня Сычавская амбулатория рассчитана на обслуживание 5000 человек. Для того, чтобы врачи семейной медицины смогли выехать к больным в другие села объединенной громады, Сычавскую амбулаторию планируют оснастить автомобилем. Ну, вы знаете, душу переполняет радость, радость за то, что наконец-то у нас возобновила работу наша, пусть даже не больница, но это амбулатория, куда могут люди обратиться, их примут врачи, терапевт, стоматолог, гинеколог, процедурный кабинет, лаборатория. И вот такое счастье большое нам на открытии. Олег Джумберович подарил аппарат УЗИ, люди могут прийти на месте, сделать обследование. Да, у нас сложилась такая ситуация, что при Южнинске больница наших людей перестала принимать. И даже сейчас, если и принимают людей, то это платные услуги. Вы бачили, мы вот, який чемоданчик нам красивый подарили, да, насколько удобны и багатые функции там, насколько есть связок через интернет, с компьютером и с консультативной целью можно связаться там с специалистами, и десь про консультацию, если это нужно. Это, первое, такое, ну, очень хорошее достигнение для нашей амбулаторії. Друге, что у нас появился УЗИ-аппарат, да, мы бачили его. Это такая тоже очень современная модель, она даже помогает при необходимости на доме посмотреться пациента. Мне очень приятно, что у наших соседей есть такое здание, с таким новым оборудованием. Кстати, этим оборудованием будут пользоваться не только сычавские люди, но и жители Визерки. И я благодарен Нине Васильевне, врачу, которая принимает не только жители Сычавки, но и жители Визерки. За это большое спасибо, это большой вклад в будущую громаду. Мы очень благодарны людям, все, которые были задействованы. Мы благодарны человеку, который не безразличен к нашим проблемам, всегда идет нам на встречу и помогает. Олег Джимбарович Кататаладзе, областного совета, депутат. И, конечно же, считаю, что мы вообще с гордо поднятой головой можем вступить в реформу и менять все в лучшую сторону в будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!